ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича 21. Вход со двора. Температура воздуха плюс 35 на Верхнешайтанском водохранилище. Многолюдные и взрослые дети пришли к водоему, чтобы искупаться и охладиться. К несанкционированному пляжу подходят и спасатели. В сопровождении сотрудников полиции они предупреждают об ответственности купания в запрещенных местах. Отдыхающим Первоуральцам показывают памятки с указанием разрешенных мест для купания. Житель Первоуральска Александр пришел на водоем с внуком. Говорит, мол, здесь единственное доступное в городе место для купания. Я возмущаюсь, что там пляжные места в городе не делают. Три дня солнышко, детишек негде покупать. Сделать купальные места, хоть лето, хоть лето, чтобы искупаться, прийти и отдохнуть. Среди отдыхающих очень много детей, и некоторые из них купаются без присмотра взрослых. На таких спасателей обращают особое внимание. У нас где родители? У нас. Дома. Дома. Детей просят выйти из воды. Выясняется, что в этом случае за младшими присматривают старшие. Но это не гарантирует безопасности. Спасатели разъясняют правила и вручают памятку. Здесь правила, как следить за ребенком. Раз уж вы вместо родителей здесь, ответственность будет на вас. На берегу Нижнего пруда в районе станции Лодочной людей тоже немало. И это еще одно место, которое пользуется популярностью у первоуральцев. И, как выясняется, не только. Тагила рулит. Тем более гости города. Да, гости города. Озеро Гуко, знаете, где находится? Нет. Шумные компании вручают памятку с указанием разрешенных места для купания. И то же внимание спасателей переключается на воду, где купаются дети. А вы с родителями? Да, с родителями. А где мама с папой? Вот там сидят. Такие выходы к водоемам спасатели проводят ежедневно. Считают, профилактика важна и может предупредить несчастные случаи на воде. Большинство понимают, принимают это как бы правила эти. Вот в листовках указано, что купания запрещены в неположенных местах. Везде на водоемах выставлены аншлаги, что купание запрещено. То бишь вода непригодна для этого. Но также дно, оно не осмотрено, не обследовано. Не обследованное дно может стать роковым и купание детей без присмотра опасно. Наравне с детьми не меньше проблем спасателям доставляют и взрослые, которые отдыхают на берегу с алкоголем. Именно для такого контингента купания иногда заканчиваются трагедией, констатируют спасатели. Человек может резко охладиться. То есть, особенно если он находился долгое время на солнце, резко забегает в воду, прыгает, нагрузка на сердце. Плюс еще добавлено алкоголем. Но все вкупе дает отрицательный результат. Человек теряет сознание, к сожалению, и начинает тонуть. Из практики человек, который тонет, это очень редко, когда он зовет на помощь, кричит. Обычно это просто разошлись круги на воде. По данным сотрудников службы спасения, с начала этого купального сезона в городском округе Первоуральск утонувших нет. А чтобы свести жертвы к минимуму, профилактические рейды будут проводиться в ежедневном режиме.